Когда человек начинает учиться То, что он узнает, никогда не оказывается тем, что он себе рисовал или воображал, и поэтому он начинает пугаться. Учение всегда несет не то, чего он от него ожидает. Его цель оказывается по ту сторону поля битвы. И таким образом он натыкается на своего первого врага – страх. И если человек, испугавшись в его присутствии, побежит прочь, то его враг положит конец его притязаниям. Если же человек, даже будучи испуганным, не отступает, то придет момент, когда отступает его первый враг. Человек начинает чувствовать уверенность в себе. Если человек однажды уничтожил страх, то он свободен до конца жизни. Потому что вместо страха он приобрел ясность мысли, которая рассеивает страх. К этому времени человек знает свои желания. Он знает, как удовлетворить эти желания. Он может видеть новые шаги в учении. И острая ясность мысли отражает все. Человек чувствует, что нет ничего скрытого. И таким образом он встречает своего второго врага. Это ясность мысли, которую трудно достичь, рассеивает страх, но также ослепляет. Она заставляет человека никогда не сомневаться в себе. Если человек поддается этому мнимому могуществу, значит он побежден своим вторым врагом и будет топтаться на месте учений. Он может стать неповедимым воином или шутом, но он никогда не будет больше учиться чему-либо или усваивать что-либо. Если он победит этого врага, в этом месте он будет знать, что могущество, за которым он так долго гонялся, наконец принадлежит ему. Его желание и закон. Он видит все, что вокруг него. Но он также наткнулся на своего третьего врага. Могущество. Человек на этой стадии едва замечает своего третьего врага, надвигающегося на него. И внезапно, сам того не заметив, он проигрывает битву. Его враг превратил его в жестокого, капризного человека. Человек, побежденный могуществом, умирает, так и не узнав в действительности, как с этим могуществом обращаться. Сила лишь груз в его судьбе. Он должен непременно победить его. Он должен прийти к пониманию, что сила, которую он, казалось бы, покорил, по действительности никогда не принадлежит ему. Если он сможет увидеть, что ясность мыслей и сила без его контроля над собой хуже, чем ошибка, то он будет знать, когда и как использовать свою силу. И таким образом он победит своего третьего врага. Четвертый враг – старость. Он нападает почти без предупреждения. Этот враг – самый жестокий из всех. Враг, которого он никогда не сможет победить полностью, но лишь сможет заставить его отступить. Это время, когда он имеет неотступное желание отдохнуть. И если он полностью поддается своему желанию и речи забыться, если он обаюкает себя в усталости, то он проиграет свою последнюю битву, и его враг свалит его – слабое старое существо. Его желание отступить пересилит всю его ясность мыслей, все его могущество и все его знания. Но если человек разобьет свою усталость и проживет свою судьбу полностью, то тогда он может быть назван человеком знания хотя бы на один короткий момент, когда он отгонит своего непобедимого врага. Этого одного момента ясности, силы, знания уже достаточно. Сила зависит от того, какого рода знаниями ты владеешь. Какой смысл от знания вещей, которые бесполезны. Я никогда не сержусь ни на кого. Никто из людей не может сделать ничего достаточно важного для этого. На людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я больше не чувствую. Тропа без сердца опутывает мужчин и дает им ощущение силы. Она дает им почувствовать, что они могут совершать такие вещи, которые никакой обычный человек совершить не может. Но в этом ее ловушка. Тропа без сердца повернется и уничтожит их. Необходимо вести сильную, спокойную жизнь. Приходить в контакт с Олей опасно, так как Оле могут вывести наружу самое худшее, что есть в человеке. Ученичество бывает долгим и трудным, потому что необходимо свести к минимуму все, что не является необходимым. Чувство собственной важности делает человека чертовски тяжелым и самодовольным. Чтобы стать человеком знания, нужно быть легким и текучим. Я продолжаю жить, потому что я настроил свою волю, проходя через жизнь, в такой мере, что она стала точенной и цельной. И теперь для меня ничего не значит то, что не имеет значения. Как только человек научается видеть, он оказывается один в мире, где есть только глупость. Я не знаю, что менять и зачем менять в окружающих меня людях. Когда-нибудь ты, возможно, сможешь увидеть людей с другого плана, и ты поймешь, что нет способа что-либо изменить в них. Нам нужно смотреть глазами для того, чтобы смеяться. Потому что только когда мы смотрим на вещи, мы можем схватить их забавные стороны. С другой стороны, когда мы видим, тогда все равно, и ничто не забавно. Возможно, есть люди знания, которые никогда не смеются, хотя я не знаю ни одного из них. Те, кого я знаю, видят, но также и смотрят. Поэтому они смеются. А лично я не люблю быть печальным. Поэтому, когда я наблюдаю что-либо, что в обычном порядке заставило бы меня печалиться, я просто смещаю свои глаза и вижу, вместо того, чтобы смотреть на это. Но когда я встречаюсь с чем-либо забавным, я смотрю на это и смеюсь. Я счастлив, потому что предпочел смотреть на вещи, которые делают меня счастливым. И тогда мои глаза схватывают их забавные грани, и я смеюсь. Всегда следует выбирать тропу сердцем, для того, чтобы быть в лучшем для себя самого положении. Может быть, тогда можно будет всегда смеяться. Человек знания живет действиями, а не думанием о действиях и не думанием о том, что он будет делать после того, как выполнит действия. Человек знания выбирает тропу сердцем и следует по ней. Он смотрит и веселится. Он видит и знает. Он знает, что его жизнь будет закончена в конечном счете очень быстро. Человек знания не имеет ни гордости, ни высокого положения, ни семьи, ни страны, а только жизнь, чтобы ее прожить. При таких обстоятельствах, единственное, что связывает его с людьми, это его контролируемая глупость. То есть человек знания предпринимает усилия, потеет, отдувается, и если взглянуть на него, то он точно такой же, как и любой обычный человек, за исключением того, что глупость такой жизни находится под его контролем. Были его поступки успешными или нет, принесли они результаты или нет, ни в коей мере его не заботят. Быть победителем и быть побежденным – одно и то же. Ты слишком заботишься о том, чтобы нравиться людям или чтобы любить их самому. Человек знания любит, и все. Он любит, что хочет и кого хочет, но использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом. Это противоположно тому, что ты делаешь теперь. Любить людей или быть им любимым – это далеко не все, что можно делать как человек. Наша судьба как людей учится. И идти к знанию следует так же, как идти на войну. К знанию или на войну идут с уважением, с осознанием того, что идут на войну, и с абсолютной уверенностью в себе. Вложи свою веру в себя, а не в меня. В жизни человека знания все наполнено до краев. Для того, чтобы стать человеком знания, надо быть воином, а не хныкающим ребенком. Если ты не думаешь о своей смерти, то вся твоя жизнь будет только личным хаосом. Люди или побеждают, или терпят поражение. И в зависимости от этого они становятся преследователями или жертвами. Пока кто-то думает, что он был жертвой, его жизнь будет адом. То, что делает нас несчастными, это земные желания. Результаты использования воли поразительны. Может быть, первое, что нужно сделать, это знать, что волю можно развить. Воля – это нечто очень ясное и мощное, что может направлять наши поступки. Воля – это нечто такое, что человек использует, например, чтобы выиграть битву, которую он по всем расчетам должен бы проиграть. Мужество – это нечто другое. Мужественные люди – это зависимые люди, благородные люди, вечно окруженные людьми, которые толпятся вокруг них и восхищаются ими. Однако очень мало мужественных людей имеет волю. Обычно они бесстрашны и очень способны к совершению смелых поступков, отвечающих здравому смыслу. Большей частью мужественный человек внушает и страх. Воля, с другой стороны, имеет дело с поразительными задачами, которые превосходят наш здравый смысл. Воля – это сила. Воля – это то, что заставляет тебя побеждать, когда твои мысли говорят тебе, что ты побежден. Воля – это то, что делает тебя неуязвимым. Воля – это то, что позволяет магу проходить сквозь стену, через пространство, на луну, если он хочет. Воля – это сила, которая является истинным звеном между людьми и миром. То, что ты сам называешь волей, это характер и сильное стремление. То, что маг называет волей, это и есть сила, которая выходит изнутри и сцепляется с внешним миром. Она выходит через живот. Пугающая природа знания не оставляет никакой альтернативы, как только стать воином. К тому времени, когда знание становится пугающим, человек также осознает, что смерть является незаменимым партнером, который сидит рядом с ним на одной циновке. Каждая капля знания, которая становится силой, имеет в своем центре смерть. Смерть делает завершающий мазок, и все, чего она касается, действительно становится силой. Человек, который следует путями магии, встречается с возможностью полного уничтожения на каждом повороте пути, и обязательно он начинает остро осознавать свою смерть. Без осознания смерти он будет только обычным человеком, погрешим в обычных поступках. У него будет отсутствовать необходимая потенция, необходимая концентрация, которая преобразует его обычное время на Земле в волшебную силу. Таким образом, чтобы стать воином, человек должен прежде всего и по праву остро осознать свою собственную смерть. Но концентрация на смерти заставляет любого из нас фокусироваться на самом себе, а это ослабляет нас. Поэтому следующая вещь, которая необходима, чтобы стать воином, это отрешенность. Мысль о неминуемой смерти, вместо того, чтобы стать навязчивой идеей, становится безразличной. Ты должен отрешиться от всего. Только мысль о смерти делает человека достаточно отрешенным. Таким образом, с сознанием своей смерти, своей отрешенностью и силой своих решений, воин размечает свою жизнь стратегическим образом. Знание своей смерти ведет его и делает отрешенным и безмолвно страстным. Сила окончательности его решений делает его способным выбирать без сожалений. И то, что он выбирает, стратегически всегда самое лучшее. И поэтому он выполняет все, что должен выполнить, со вкусом и страстной эффективностью. Когда человек ведет себя таким образом, то можно справедливо сказать, что он воин и что он приобрел терпение. Его смерть сидит рядом с ним на его сыновке, а не друзья. Его смерть загадочным образом советует ему, как выбирать, как жить стратегически. И воин ждет. Я бы сказал, что воин учится без всякой спешки, потому что он знает, что он ждет свою волю. И однажды он добьется успеха в выполнении чего-либо, что обычно совершенно невозможно выполнить. Он может даже не заметить своего необычного поступка. Но по мере того, как он продолжает совершать необычные поступки, или по мере того, как он продолжает осознавать, проявляется какого-то рода силы. Мы люди, и наша судьба – это учиться и быть вовлекаемыми в непостижимые новые миры. Видение – это не для мелочных людей. Настрой свой дух, стань воином, научись видеть, и тогда ты узнаешь, что нет конца новым мирам для нашего восприятия. Жизнь для воина – это упражнение стратегии. Воин никогда не стоит на дороге, ожидая, чтобы его стукнули по голове. Таким образом, он сводит к минимуму свои возможности непредвиденного. То, что ты называешь случайностями, в большинстве случаев очень легко избежать, если не быть идиотом, живущим спустя рукава. Воин никогда не бездельничает и никогда не суетится. Смерть имеет две стадии. Первая стадия является поверхностным затемнением сознания. Вторая, однако, это действительно стадия, где каждый встречается со смертью. Это момент после первого затемнения, когда мы находим, что мы являемся как-то снова сами собой. Я слышал, как ты говорил много раз, что ты всегда готов умереть. Я не рассматриваю это ощущение, как необходимое. Я думаю, что оно является бесполезным потаканием себе. Воин должен быть готов только к битве. Я слышал также, что ты говорил о том, что твои родители поранили твой дух. Я думаю, что дух человека является чем-то, что может быть поранено, хотя не теми действиями, которые ты сам называешь ранящими. Я полагаю, что твои родители покалечили тебя тем, что сделали тебя потакающим себе, расслабленным и поддающимся прозябанию. Дух воина не связывается потаканиями себе и жалобами. Не связывается он победами и поражениями. Дух воина связывается только с борьбой. И каждое усилие – это последняя битва воина на земле. Таким образом, результат имеет очень мало значений для него. В своей последней битве на земле воин позволяет своему духу течь свободно и ясно. И когда он проводит свою битву, зная, что его воля безупречна, воин смеется. Воин относится к миру как к бесконечной тайне, а к тому, что делают люди, как к бесконечной глупости. Ты думаешь и разговариваешь слишком много. Ты должен прекратить разговор сам с собой. Фактически мы создаем наш мир своим внутренним разговором. Когда мы перестаем разговаривать с собой, мир всегда такой, каким он должен быть. Прежде всего, ты должен использовать свои уши, чтобы снять часть нагрузки со своих глаз. Мы с самого рождения используем свои глаза, чтобы судить о мире. Мы говорим с другими и с собой главным образом о том, что мы видим. Воин осознает это и прислушивается к миру. Он прислушивается к звукам мира. Воин осознает, что мир изменится, как только он перестанет говорить самим собой. И он должен быть готов к этому необычному толчку. Мир такой-то и такой-то только потому, что мы сказали себе, что он такой. Если мы перестанем говорить себе, что мир такой-то, то и мир перестанет быть таким. Принимать ответственность за свои решения означает, что человек готов умереть за них. В этом мире, где смерть охотник, нет маленьких или больших решений. Есть только те решения, которые мы делаем перед лицом нашей неминуемой смерти. Если ты накупишь силу в своем теле, то оно сможет выполнять невероятные задачи. Что колечен дух, так это просто явное имение кого-нибудь у себя на спине, кто колотит тебя и говорит тебе, что следует делать, а чего не следует делать. У меня нет никакой личной истории. Однажды я обнаружил, что не нуждаюсь больше в ней, и так же, как пьянство, бросил ее. У меня нет больше личной истории. Я бросил ее однажды, когда почувствовал, что в ней нет больше необходимости. Если у тебя нет личной истории, то никаких объяснений не требуется, никто не сердится, никто не разочаровывается в твоих поступках. И более того, никто не пришпиливает тебя своими мыслями. Самое лучшее – стереть свою личную историю, потому что это сделает нас свободными от обволакивающих мыслей других людей. Ты слишком серьезно себя принимаешь. Ты слишком чертовски важен в своих собственных глазах. И это должно быть изменено. Ты настолько важен, что можешь позволить себе уйти, если вещи складываются не так, как тебе хотелось бы. По твоему мнению, все это показывает, что ты имеешь характер. Это чепуха. Ты слаб и мнителен. Чувство собственной важности нужно выбросить вместе с личной историей. Как может чувствовать себя кто-то столь важным, когда мы знаем, что смерть преследует нас? Когда ты неиспокоен, то следует повернуться налево и спросить совета о своей смерти. Необъятное количество мелочей свалится с тебя, если твоя смерть сделает тебе знак, если ты заметишь отблеск ее, или если просто у тебя появится ощущение, что твой компаньон здесь и ждет тебя. Смерть – это мудрый советчик, которого мы имеем. Когда бы ты не почувствовал, как это ты чувствуешь обычно, что все идет не так, как надо, и что ты вот-вот пропадешь, повернись к своей смерти и спроси, так ли это. Твоя смерть скажет тебе, что ты не прав, что в действительности ничто кроме ее прикосновения не имеет значения. Ты должен спросить совета о смерти и бросить проклятую мелочность, которая свойственна людям, проживающим жизнь так, как если бы смерть никогда не тронет их. Когда человек решает что-либо делать, он должен идти до конца. Но он должен принимать ответственность за то, что делает. Вне зависимости от того, что он делает, он должен прежде всего знать, почему он это делает. И затем он должен выполнять свои действия, не имея уже никаких сомнений или сожалений о них. Смотри на меня. У меня нет сомнений или сожалений. Все, что я делаю, является моим решением и моей ответственностью. Смерть преследует меня, поэтому у меня нет места для сомнений или сожалений. Если я должен умереть в результате того, что я возьму тебя на прогулку, значит, я должен умереть. Принимать ответственность за свои решения означает, что человек готов умереть за них. Не имеет никакого значения, что это за решение. Ничто не может быть более или менее серьезным, чем что-либо другое. Разве ты не видишь? В этом мире, где смерть охотник, нет маленьких или больших решений. Есть только те решения, которые мы делаем перед лицом нашей неминуемой смерти. Воин берет на себе ответственность за свои действия, за самые тривиальные своих действий. Мир точных поступков и решений бесконечно эффективнее того разболтанного идиотизма, который ты называешь «моя жизнь». Я был заинтересован в том, чтобы убедить тебя, что ты должен принять ответственность за нахождение здесь, в этом чудесном мире, в этой чудесной пустыне, в это чудесное время. Я хотел тебя убедить в том, что ты должен научиться делать каждый поступок идущим в счет, поскольку ты будешь здесь только короткое время. Фактически, слишком короткое, для того, чтобы посмотреть все чудеса этого мира. Есть одна простая вещь, которая в тебе неправильна. Ты думаешь, что у тебя масса времени. Ты думаешь, что твоя жизнь будет длиться всегда. Если ты не думаешь, что твоя жизнь будет длиться всегда, то чего ты ждешь? Почему ты тогда колеблешься в том, чтобы измениться? Дурак, у тебя нет времени для этой игры. То, что ты вот сейчас делаешь, может оказаться твоим последним поступком на Земле. Это вполне может оказаться твоей последней битвой. Если бы это была твоя последняя битва на Земле, то я бы сказал, что ты идиот. Ты тратишь твой последний поступок на Земле на глупые эмоции. У тебя нет времени, мой друг, нет времени. Ни у кого из нас нет времени. Не просто соглашайся со мной. Вместо того, чтобы так легко соглашаться, ты должен действовать согласно этому. Счастье состоит в том, чтобы действовать с полным пониманием того, что нет времени, и потому поступки имеют особую силу. Поступки есть силы, особенно тогда, когда человек действует, зная, что эти поступки являются его последней битвой. Существует особое всепоглощающее счастье в том, чтобы действовать с полным пониманием того, что этот поступок вполне может быть твоим самым последним поступком на Земле. Я рекомендую, чтобы ты пересмотрел свою жизнь и рассматривал свои поступки в этом свете. У тебя нет времени, мой друг. в этом несчастье человеческих существ. Никто из нас не имеет достаточно времени. Твоя длительность лишь делает тебя боязливым. Твои поступки не могут иметь того духа, той силы, той всеохватывающей силы поступков, выполняемых человеком, который знает, что он сражается в своей последней битве на Земле. Иными словами, твоя деятельность не делает тебя счастливым или могущественным. Сфокусируй свое внимание на связи между тобой и твоей смертью. Без сожаления, без печали и горевания. Сфокусируй свое внимание на том факте, что у тебя нет времени, и пусть твои поступки текут соответственно. Пусть каждый из твоих поступков будет твоей последней битвой на Земле. Только при таких условиях твои поступки будут иметь силу. В ином случае, сколько бы ты ни жил, они будут поступками боязвивого человека. Ты должен научиться делать себя доступным Сири. Любой воин может стать человеком знания. Как я уже говорил тебе, воин является неуязвимым охотником, который охотится за силой. Если он добьется успеха в своей охоте, то он может стать человеком знания. Воины, руководимые своей несгибаемой цареустремленностью, может отразить все, что угодно. Ни крыса, ни змея, ни горный лев не смогут побеспокоить его. Жалость к самому себе не уживается силой. Воину может быть нанесен физический вред, но он не может быть обижен. Для воина нет ничего обидного в поступках окружающих людей. Это до тех пор, пока он сам находится и действует в нужном настроении. Предыдущей ночью ты сам не был обижен львом. Тот факт, что он гнаться за нами, не рассердил тебя. Я не слышал, чтобы ты ругал его, и я не слышал, чтобы ты говорил, что он не имеет права следовать за нами. А по всему тому, что ты о нем знаешь, он мог быть жестоким и злобным львом. Достичь настроения воина непростое дело. Рассматривать льва, водяных крыс и окружающих нас людей как равных является великолепным поступком духа воина. Для этого нужна сила. Ты идешь на поиски силы, и все, что ты делаешь, идет в счет. Я настолько молод, насколько захочу. Это опять-таки дело личной силы. Если ты накопишь силу в своем теле, то оно сможет выполнять невероятные задачи. С другой стороны, если ты растрачиваешь силу, то через совсем короткое время ты будешь толстым старым человеком. Есть миры внутри миров прямо здесь перед нами. Смерть всегда ждет, и когда сила воина исчезает, смерть просто дотрагивается до него. Таким образом отправляться неизвестное, без всякой силы, глупо. Найдешь только смерть. Мир это загадка. То, на что ты смотришь, это еще не все, что здесь есть. В мире есть намного больше, очень намного больше, фактически до бесконечности. Поэтому, когда ты пытаешься прояснить себе все это, то на самом деле ты пытаешься сделать мир знакомым. И я и ты прямо здесь в мире, который ты называешь реальным, находимся просто потому, что мы оба знаем его. Ты не знаешь мир и силы, поэтому ты не можешь включить его знакомую сцену. Воин это охотник за силой. Я учу тебя, как охотиться за ней и хранить ее. Сила не принадлежит никому. Некоторые из нас могут собрать ее. Затем она может быть передана кому-нибудь еще. Видишь ли ключом к запасенной силе является то, что она может быть использована только для того, чтобы помочь еще кому-нибудь накопить сил. Но когда дело доходит до того, чтобы передавать ее непосредственно другому лицу, то это невозможно сделать, за исключением тех случаев, когда это лицо использует ее на поиске своей собственной личной силы. Воин стратегически живет свою жизнь. Он будет присутствовать на вечеринке или собрании, только если это входит в его стратегию. Разумеется, это означает, что он будет в полном контроле и будет выполнять все те поступки, которые считает необходимыми. Нельзя ничего достичь насилием. Если ты хочешь выжить, ты должен быть кристально чистым и совершенно уверенным в себе. воин берет свою судьбу, какой бы она ни была, и принимает ее в абсолютном смирении. Смирение воина не является смирением нищего. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он не позволяет никому опускать свою голову перед ним. Нищий напротив падает на колени и метет пол перед любым, кого считает выше себя, но в то же время он требует, чтобы кто-то находящийся ниже его мял пол перед ним. Человек знание видит, поэтому он предпринимает шаги к тому, чтобы избегать опасности. Если что-нибудь такое есть, то его видение даст ему знать. Если же его видение не может до этого добраться, то это его судьба, и никто не может избежать этого. Тело должно быть совершенным, до того, как воля станет действующей единицей. Мы текучие светящиеся существа, состоящие из эманаций. Мы можем видеть смерть, кружащуюся вокруг человека, погружающую свои крючки все глубже и глубже в его светящиеся эманации. Мы можем видеть, как светящиеся эманации теряют свою натянутость и исчезают одна за другой. Когда ты приходишь, ты должен приходить, готовый умереть. Если ты приходишь, готовый умереть, то не будет никаких падений и никаких незваных сюрпризов и ненужных поступков. Путь воина это гармония между действиями и решениями. Когда обычный человек готов, сила предоставляет ему учителя. Воин выучивается настраивать свою волю и хочет направлять ее с точностью иголки, фокусировать ее где захочет, как если бы его воля, которая выходит из средней части его тела, была одной единственной светящейся нитью, нитью, которую он может направить в любое вообразимое место. Эта нить дорога к нагвалю. Не концентрируйся на прошлых событиях. Мы можем касаться их, но только для примера. Самоуверенность воина не является самоуверенностью среднего человека. Средний человек ищет определенности в глазах того, кто на него смотрит и называет это самоуверенностью. Воин же ищет неуязвимости в собственных глазах и называет это смирением. Средний человек сцеплен с окружающими его людьми, в то время как воин сцеплен только с самим собой. Может быть, ты охотишься за радугами, ты гонишься за самоуверенностью среднего человека, тогда как тебе средового стремиться к смирению воин. Разница между тем и этим значительна. Самоуверенность воина означает, что ты знаешь что-то наверняка. Смирение включает в себя то, что ты неуязвим, и в поступках, и в эмоциях. Ты все время должен выталкивать себя за собственные границы. Действуй неуклонно, не оставляя места для отступления. Знаешь ли ты, что в этот самый момент ты окружен вечностью? И знаешь ли ты, что можешь использовать эту вечность, если пожелаешь? Знаешь ли ты, что ты можешь растянуть себя в любом из направлений? Знаешь ли ты, что в один момент можно превратить в вечность? Это не загадка, это факт. Но только если ты оседлаешь этот момент и используешь для того, чтобы ухватиться за целостность самого себя навсегда и во всех направлениях. У тебя еще недостаточно личной силы, чтобы использовать мое откровение. Однако, если бы у тебя было достаточно личной силы, то одни только мои слова были бы достаточны для тебя, чтобы создать целостность самого себя и вынести критическую часть себя за те границы, в которых она заключена. Мы светящиеся существа, а для светящегося существа только личная сила имеет значение. Сменить нашу идею мира является ключом магии. Остановка внутреннего диалога единственный путь к тому, чтобы выполнить это. Следует оговориться, однако, что такое изменение не может быть вызвано насильно. Воин берет свою судьбу, какой бы она ни была, и принимает ее в абсолютном смирении. Он в смирении принимает то, чем он является, но не для того, чтобы сожалеть, не как основа для сожаления, а как живой вызов. Любая мысль, которую держишь в уме в состоянии молчания, равносильно команде, поскольку там нет других мыслей, чтобы конкурировать с ней. Мир не отдается нам прямо. Между ним и нами находится описание мира. Воин находится в руках силы, и его единственная свобода состоит в том, чтобы избрать неуязвимую жизнь. Воин всегда готов. Быть воином это не значит просто желать им быть. Это скорее бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента жизни. Никто не рождается воином, точно так же, как никто не рождается разумным существом. Мы сами себя делаем тем или другим. В пути воина нет дыр. Следуй ему, и твои поступки никто никогда не сможет критиковать. тело должно стать совершенным до того, как воля станет действующей единицей. Ключевым моментом магии является внутренний диалог. Это ключ ко всему. Когда воин научается останавливать его, все становится возможным. Самые далеко идущие планы становятся достижимыми. но до тех пор, пока ты думаешь, что ты твердое тело, ты не сможешь воспринять того, о чем я тебе говорю. Мы сознание, мы не предметы, мы не имеем твердости, мы безграничны. Мир предметов и твердости это только способ сделать легким наш проход по земле. Это только описание, которое мы создаем, чтобы оно помогало нам. Наш разум забывает, что описание это только описание, и что таким образом мы заключаем самих себя в заколдованный круг, из которого мы редко вырываемся в течение своей жизни. Ты бы удивился тому, насколько хорошо можно действовать, когда тебя припрут к стене. Только в качестве воина можно выстоять путь знания. Воин не может жаловаться или сожалеть о чем-нибудь. Его жизнь бесконечный вызов, а вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы это просто вызовы. Основным различием между обычным человеком и воином является то, что воин все принимает как вызов, в то время как обычный человек принимает все или как благословение, или как проклятие. Воин должен быть текучим и должен смещаться в гармонии с миром его окружающим, будь это мир разума или мир воли. Без осознания смерти все обычно тривиально. Только потому, что смерть подкарауливает нас, мир является неизмеримой загадкой. Ты не только должен хотеть пойти по дороге знания, но сами твои усилия должны быть достаточно неуязвимы, чтобы сделать тебя стоящим этого знания. Жизнь может быть безжалостной с тобой, если ты не брежен со своим тоннолем. Печальный факт состоит в том, что мы все научились в совершенстве тому, как делать свой тоннол слабым. Чтобы выполнить задачу, состоящую в том, чтобы сделать себя жалким, ты должен был работать самым интенсивным образом. Большим абсурдом является то, что ты не понял возможности работать точно так же для того, чтобы сделать себя цельным и сильным. Тонноль начинается с рождения и кончается со смертью. Но нагваль не кончается никогда. Нагваль не имеет предела. Нагваль – это то, где витает сила. Одно из действий воина состоит в том, чтобы никогда не давать ничему дурному воздействовать на себя. Контроль воина должен быть неуязвимым. У тебя осталось мало времени и совсем не осталось для ерунды. Отличное состояние. Я бы сказал, что лучшее, на что мы способны, проявляется тогда, когда мы прижаты к стене. Когда мы ощущаем меч, повисший над головой. Лично я не хотел бы, чтобы было иначе. В течение всего времени, как я тебя знаю, я говорил, обращаясь как к твоему тоналю, так и к твоему нагвалью. Именно таким способом должны вестись наставления. Вначале следует разговаривать с тоналем, потому что именно тональ должен уступить контроль. Но он должен это делать с радостью. иными словами, тональ настраивает так, чтобы он должен был отдать ненужное, подобное ощущению важности самого себя и сомнительности, которое только приводит его в беспорядок. Вся беда в том, что тональ цепляется за эти вещи, в то время, как он должен был бы рад освободиться от этой ерунды. Задача поэтому состоит в том, чтобы убедить тональ стать свободным и подвижным. Вот что нужно дать магу прежде всего остального. Сильный свободный тональ. Из-за его врожденной слабости тональ легко уничтожить. И потому одним из искусств воина является вывести на поверхность нагваль для того, чтобы прикрыть тональ. Я говорю, что это искусство, потому что маги знают, что путем усиления тоналя может появиться нагваль. Это называется обретением личной силы. Когда ты находишься в мире тоналя, ты должен быть неуязвимым тоналем. Никакого времени для иррациональной муры. Но когда ты находишься в мире нагвалья, ты тоже должен быть неуязвимым. Никакого времени для интеллектуальной муры. Для воина намерения это ворота между этими двумя. Они полностью закрываются позади него, когда он проходит туда или сюда. Если на твоем острове тоналя слишком много ненужных вещей, ты не сможешь выстоять встречу с нагвалем. Ты можешь умереть. Никто не способен выжить в намеренной встрече с нагвалем без должной тренировки. Требуются годы, чтобы подготовить тональ к такой встрече. Воин должен быть обучен быть неуязвимым и полностью прозрачным, прежде чем он сможет воспринимать встречу с нагвалем. Воин тратен годы на то, чтобы вымести свой остров до тех пор, пока не придет момент, когда он сможет, образно говоря, ускользнуть с него. Для нагвали нет ни земли, ни воздуха, ни воды, поэтому нагваль скользит или летает, или делает то, что он может делать во времени нагваля, которые не имеют ничего общего со временем тоннеля. Эти две вещи не перехлестываются. Воин является, скажем так, пленником силы. Пленником, у которого есть один свободный выбор – действовать или как неуязвимый воин, или как осел. В конечном итоге, может быть, воин и не пленник, а раб силы, потому что этот выбор уже больше не выбор для него. Воин не может быть слабым или в замешательстве или испуганным ни при каких обстоятельствах. Воин имеет время только для своей неуязвимости. Все остальное вытягивает его силу. Неуязвимость выполняет ее. Неуязвимость означает делать лучшее, что можешь, во всем, во что ты вовлечен. Когда ты чувствуешь и действуешь подобно бессмертному существу, в распоряжении которого все время на земле, ты не являешься неуязвимым. Ты должен повернуться, осмотреться вокруг, и тогда ты поймешь, что твое ощущение, будто у тебя есть время, идиотизм. Будущего нет. Будущее это только способ разговаривать. Для мага есть только здесь и сейчас. Сейчас ты должен остановиться, оглянуться назад и пересмотреть свои шаги. Маги говорят, что это единственный способ утвердить свои достижения. Все, что я делал с тобой или для тебя, делалось для выполнения одной единственной задачи. Задачи чистки и приведения в порядок твоего острого тоннеля. Это моя работа как твоего учителя. Другая задача дать тебе бесспорные демонстрации нагвали нагвали и показать, как в него входить. Я много раз говорил тебе о твоей абсолютной перемене, которая нам нужна, если мы хотим добиться успеха на пути к знанию. Эта перемена не является только переменой настроения, отношений или взглядов. В эту перемену входит трансформация острого тонали. Годы тяжелого ученичества, только подготовка к ошеломительной встрече воина с тем, что лежит там, за этой чертой. У тебя нет времени, и в то же время ты окружен вечностью. Вот это парадокс для твоего разума. Сила дает нам согласно нашей неуязвимости. После того, как внутренний диалог ученика остановлен, наступает неизбежный момент. У ученика возникают задние мысли относительно всего ученичества. Даже самые большие энтузиасты ощутят в этой точке потерю заинтересованности. В жизни воина есть один единственный вопрос, который действительно не решен. Насколько далеко можно пройти по тропе знания силы? Этот вопрос остается открытым, и никто не может предсказать его исход. Свобода воина состоит в том, чтобы или действовать неуязвимо, или действовать как никчемность. вы узнали, что шансом воина является быть смиренным и эффективным. Вы научились действовать, не ожидая ничего о награду. Теперь я скажу вам, что для того, чтобы выставить то, что лежит за границами этого дня, вам понадобится ваша абсолютная выносливость. Судьба всех нас состояла в том, чтобы знать, что мы являемся пленниками силы. Какая великая удача. жизнь воина ни в коем случае не может быть холодной, одинокой или лишенной чувств, потому что она основывается на его привязанности, его стремлении, на том, что он посвятил себя тому, кого он любит. Земля знает, что он любит ее, и она заботится о нем. Именно поэтому жизнь воина наполнена до краев. Его состояние, где бы он ни был, будет изобильным. Воин бродит по тропам своей любви. Это земля, только если любишь эту землю с неизгибаемой страстью, можно освободиться от печали. Воин всегда весел, потому что его любовь неизменна, и предмет любви земля обнимает его и осыпает невообразимыми дарами. Печаль принадлежит тем только, кто ненавидит ту самую, которая дает укрытие всем другим существам. Это милое существо, которое является живым до последней крупицы и понимает каждое существо. Оно успокоило меня, оно вылечило мои боли, и наконец, когда я понял мою любовь к нему, оно научило меня свободе. Только любовь к этому великолепному существу может дать свободу духу воина. А свобода это и есть радость, эффективность и отрешенность перед лицом любых препятствий. Особенность человеческих существ состоит в том, что они любят, чтобы им говорили, что делать. Но они еще больше любят сопротивляться и не делать того, что им сказано. И в результате они вовлекаются в ненависть к тому, кто сказал. Личная сила воина зависит от его безупречности. Безупречность состоит в том числе в усилиях измениться, спугнуть человеческую форму и стряхнуть ее. После многих вин безупречности форма не может больше выдержать и уходят. Выследить свои слабости можно таким же точно образом, как охотник выслеживает свою жертву. Ты изучаешь свой порядок жизни до тех пор, пока не будешь знать все проявления своих слабостей. Печаль расставания и тому подобное ощущение, которыми питается человеческая форма. Битва происходит прямо здесь, в этой груди. Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм себе. Маги имеют два цикла. Первый это когда они человеческие существа. Каждому из нас было дано задание, и это задание вынуждает нас оставить человеческую форму. Второй цикл наступает тогда, когда маг больше не является человеческим существом. Скрупулезно объяснять имеет смысл тогда, когда речь идет о тоннале. Когда же маг имеет дело с нагвалем, он обязан дать наставление, которое должно раскрыть воину тайну. И это все, что ему нужно сделать. Воин, который получает тайны, должен утвердить знание как силу. Тоннале и нагваль суть два разных мира. В одном ты разговариваешь, а в другом ты действуешь. Самая трудная для воина вещь в мире, предоставить других самим себе. Сила придет только после того, как мы примем свою судьбу без упреков. Когда человеку нечего терять, он становится мужественным. Мы малодушничаем только тогда, когда есть что-то, за что мы еще можем цепляться. Воин не ищет ничего для своего утешения. Ты думаешь, что твоя бесполезная привязанность настолько ценна, чтобы удержать тебя от вхождения в тот мир. Искусство мага заключается в том, чтобы оставаться незамеченным даже в гуще людей. Он требовал, чтобы я полностью сконцентрировался на попытке быть незаметным. Единственным средством, сдерживающим наше отчаяние, является осознание нашей смерти. Это ключ к имеющейся у мага схеме бытия. Осознание своей смерти является единственной вещью, которая может дать нам выстоять тяжесть и боль в нашей жизни и нашей боязни неизвестного. Я должен принять решение сделать это осознание свидетелем своих действий. Больше чем что-либо другое искусство магов состоит в том, чтобы не расточать свою силу. Маги обязаны наблюдать свои тонали с некоторой дистанции, чтобы лучше охватывать то, что находится вокруг них. Следует не иметь ничего, что требовалось бы защищать, даже собственную личность. Собственная личность должна быть защищенной, но незащищаемой. Проявляя высокомерие, ты не был защищенным, а просто защищался. Я уже отдан силе, что правит моей судьбой. Я ни за что не цепляюсь, значит мне нечего защищать. Воинам рекомендуется не иметь никаких материальных вещей, на которых могла бы сфокусироваться их сила. Надо фокусировать ее на духе, на действительном полете в неведомое. Твои побуждения обладать и держаться за вещи не уникальны, но каждый, кто хочет следовать тропой воина по пути мага, должен освободиться от этой мании. Воин это тот, кто ищет свободу. Печаль это не свобода. Мы должны освободиться от нее. находиться в осаде означает, что имеешь какую-то личную собственность, которой можно подвергнуть осаде. У воина же ничего в мире нет, кроме его безупречности, а безупречности ничем нельзя угрожать. Определенные места силы являются дырами в этом мире. Если быть бесформенным, то можно пройти сквозь такую дорогу неизвестную в другой мир. Чувство собственной важности наш злейший враг. Подумай об этом. Нас ослабляет ощущение собственной оскорбленности со стороны наших собратьев. Чувство собственной важности заставляет нас большую часть жизни быть обиженными кем-то. Без этого чувства мы не уязвимы. Без упречность это не что иное, как правильное использование энергии. Чтобы понять это, ты должен сам запасти достаточно энергии. Воины ведут стратегический список. Они перечисляют все, что делают, а затем решают, что из перечисленного следует изменить, чтобы создать усиление своей энергии. Список включает только те виды поведения, которые не являются существенными для нашего выживания и благополучия. Чувство собственной важности фигурирует как деятельность, поглощающая наибольшее количество энергии. Действия по перераспределению энергии ведут безупречности. Мы знаем, что ничто так не закаляет характер воина, как вызов взаимодействовать с невыносимыми людьми, наделенными властью. Только при этих условиях воины могут приобрести ту трезвость, безмятежность, какие необходимы, чтобы выстоять. Терпение это бесстрастное ожидание. Ни спешки, ни тревоги, просто поддержание того, что должно. Степень осознанности каждого отдельного чувствующего существа зависит от степени того, насколько оно способно позволить эманациям великим нести его. Третье внимание достигается тогда, когда свет сознания обращается во внутренний огонь, сияние, выжигающие не одну только полосу, а все эманации внутри человеческого кокона. Видящие, преднамеренно достигающие полного сознания, это зрелище для богов. Это момент, когда они горят изнутри. Внутренний огонь пожирает их, и тогда в полном сознании они сливаются с эманациями великом и ускользают в вечность. Воины готовят себя к тому, чтобы сознавать, а полное сознание приходит к ним только тогда, когда у них совершенно не остается чувства самодовольства. Только когда они ничто, они становятся всем. Свет сознания расширяется и усиливается, когда эманация внутри кокона настраивается на эманации великом. То, что называется ключом ко всему, это знание, что Земля является чувствующим существом, и как таковая может дать воинам мощный толчок, импульс, идущий от сознания самой Земли, в то мгновение, когда эманация внутри кокона воина настраивается на соответствующие эманации внутри кокона Земли. Но поскольку и Земля и человек чувствующие существа, их эманации совпадают, или лучше сказать, у Земли есть все эманации, присутствующие в человеке и во всех чувствующих существах, органических и неорганических. Когда точка сборки переходит некоторый критический предел, то результат всегда одинаков для всякого человека. Методики этого движения могут быть самыми различными, а результаты всегда одинаковы. Точка сборки собирает другие миры с помощью толчка Земли. Скорость толчка растворит все в тебе. Под его воздействием мы становимся ничем. Та скорость и индивидуальное существование несовместимы. Воины живут рядом со смертью, и из того знания, что смерть с ними, они извлекают мужество до любой встречи. пять атрибутов воина контроль, дисциплина, терпение, своевременность и воля. Они принадлежат миру воина, борющегося с ощущением собственной важности. Шестой элемент возможно наиболее важный из всех. Он относится к внешнему миру и называется мелочным тираном. Мелочный тиран это мучитель. Это кто-нибудь либо имеющий власть распоряжаться жизнью и смертью воина, либо досаждающий ему смертельно. Четыре первых атрибута это все, что необходимо для взаимодействия с худшим из мелочных тиранов. Мой благодетель любил повторять, что воин, напорувшийся на мелочного тирана, счастливец. Мы знаем, что ничто так не закаляет характер воина, как вызов взаимодействовать с невыносимыми людьми, наделенными властью. Великолепным ингредиентом в жизни совершенного видящего является мелочный тиран с неограниченными полномочиями. Понимая природу человека, видящие были способны прийти к неоспоримому выводу, что если они смогут справиться с собой перед лицом мелочных тиранов, то они будут в силах безупречно встретиться с неведомым, а затем выстоять даже в присутствии непостижимого. Реакция среднего человека будет той, что порядок этого построения следует обратить. Но это не так. Хотя видящие и способные справиться с собой в присутствии неведомого, конечно, встретят мелочного тирана должным образом. Я сказал ему, что, по моему мнению, тираны могут сделать свои жертвы либо беспомощными, либо такими же скотами, как они сами. Он остановил меня. Они жертвы, а не воины. Мой мелочный тиран ничто по сравнению с настоящими чудовищами, с которыми встретились новые видящие во времена конкисты. По всем указаниям, те видящие осуществляли с ними даже непристойные сделки. Они доказали, что даже наихудшие тираны могут привести в восторг при условии, что ты сам воин. Ошибка, которую совершают обычные люди при встрече с мелочными тиранами, состоит в том, что они не имеют стратегии отступления. Фатальный дефект заключается в том, что средние люди принимают себя слишком серьезно. Их действия и чувства так же, как и у мелочных тиранов все поглощающие. Воины же не только имеют хорошо продуманную стратегию, но и к тому же свободное чувство собственной важности. Их ощущение собственной важности уничтожается тем, что они поняли. Реальность это та интерпретация, которую мы даем. Это знание их решительное преимущество. Стратегия моего благодетеля требовала вместо того, чтобы чувствовать огорчение за себя, как было у меня раньше, приступить немедленно к работе, составляя карту сильных сторон тирана, его слабостей и причуд. Два других атрибута воина, терпение и своевременность, которыми я еще не обладал, автоматически содержались в стратегии моего благодетеля. Терпение это бесстрастное ожидание, ни спешки, ни тревоги, просто поддержание того, что должно. Своевременность это качество, которое управляет освобождением всего, что подготовлено. Контроль, дисциплина и терпение, подобны дамбе, за которой все собрано. Своевременность шлюз этой дамбы. Ни разу я не пожалел себя и не заплакал от чувства оскорбленного достоинства. Я был весел и безмятежен, и я ни разу не пожелал смерти этому человеку. терпение терпение означает выдержание в себе того, чему воин знает, что это справедливо. Это не значит, что воин ходит вокруг, строя злобные интриги или планируя свести старые счеты. Когда воин обрел контроль, дисциплину и своевременность, тогда терпение означает ожидание того, что должно произойти с тем, кто этого заслуживает. Новые видящие использовали мелочных тиранов не только для того, чтобы освободиться от чувства собственной важности, но и для исполнения очень сложного маневра, выведения себя из этого мира. Быть побежденным не смертельно, но разрушительно. Воин, скончавшийся под действием мелюзгового тиранчика, раздавлен в буквальном смысле своим собственным поражением и непригодностью. действовать в гневе без контроля и дисциплины это означает потерпеть поражение. Наше знакомство с воспринимаемым нами миром принуждает нас верить, что мы окружены предметами, существующими сами по себе и независимо, то есть так, как мы их воспринимаем. Но в действительности нет мира предметов, а есть вселенная эманаций. Есть достаточно безумцев, становящихся видящими. Видящими полными слабостей, или лучше сказать, людей со слабостями, оказавшихся способными стать видящими. Наши дефекты остаются с нами даже тогда, когда мы становимся видящими. Некоторые географические области не только помогают случайным движением точки сборки, но также избирают особое направление этого сдвига. Задача перенастройки всех эманаций пролагает дорогу особому маневру возжигания всех этих эманаций внутри кокона. Мне удалось возжечь все эти эманации внутри кокона, и мы можем уйти в любое время. Любой воин может успешно действовать по отношению к людям при условии, что он сдвинет свою точку сборки в положении, когда уже безразлична, любят его люди, не любят или игнорируют. Положение точки сборки диктует то, как мы ведем себя и что мы чувствуем. Когда видящие сдвигают свою точку сборки, они встречаются не с иллюзией, они встречаются с другим миром. Этот другой мир настолько же реален, как и тот, который мы видим сейчас. В процессе подготовки точка сборки воинов сдвигается в наибольшее возможное число мест. Единственная сила, которая может временно отменить настройку, это намерение. Тебе придется ликвидировать настройку, которая удерживает тебя на восприятии мира повседневных действий, вызывая намерение перевести точку сборки в новую позицию и намеренно удерживая там достаточно долго, ты соберешь другой мир и исчезнешь из этого. Решение состоит не просто в том, чтобы выбрать другой мир, где умереть, но в избрании полного сознания, полной свободы. Собирать другие миры это не только вопрос практики, но и вопрос намерения. И это не просто впрыгивание и выпрыгивание из этих миров, как на резиновой ленте. Понимаешь, видящий должен быть смелым. Если ты разбил барьер восприятия, то ты вовсе не обязан вернуться в то же самое место этого мира. По существу мы точки сборки, фиксированные в некоторой позиции. Он уверил меня, что вхождение в третье внимание это дар. Он похож на награду за достижение. Есть связующее звено между магом и силой. Чтобы оживить это звено, магам нужна строгая и сильная устремленность. Особое состояние ума, называемое непреклонным намерением. Нагваль является единственным существом, способным обеспечить непреклонным намерением. Война для воина является тотальной борьбой против индивидуального я, который лишает человека его силы. Только маги способны вызывать движение в сферах неподвижной светимости. За долю секунды они могут перемещать свои точки сборки в любое место. Это движение и скорость, с которой оно было произведено, влекут мгновенное переключение и восприятие как бы другой совершенно отличной вселенной. или они могут перемещать свои точки сборки без остановок через все поле их светящейся энергии. Сила, созданная этим движением, так сильна, что мгновенно воспламеняют всю их светящуюся массу. Он сказал, что если сейчас на нас обрушится горный обвал, то он использует скорость, с которой может передвигаться его точка сборки, заставит себя изменить мир или сожжет себя за доли секунды огнем изнутри. Магия это состояние сознания. Все существующее в космосе прикреплено к намерению Бога связующими звеньями. Маги занимаются обсуждением, пониманием и использованием этих связующих звеньев. И особенно не заняты тем, что очищают их от того, что привнесено обычными делами их повседневных жизней. Магия на этом уровне определяется как процедура очищения звена, связывающего воина с намерением Бога. Цель магов заключена в достижении состояния полного сознания. Это состояние сознания предполагается как прямо противоположное смерти. Нагвали являются посредниками. Их энергия позволяет им направлять мир, гармонию, смех, знания прямо из источника и передавать все это своим спутникам. Лучший метод учебы, я думаю, это поместить себя в ситуацию, в которой обнаруживаешь, что ты ничто. Остальные пути от собственной гордости. если мы не следуем этому, то мы проводим наши жизни выяснение того, кто нас любит, а кто нет. Но надо понять, что это не имеет значения. Дон Хуан изображал гордость монстрам с тремя тысячами голов. Не имеет значения, сколько голов ты отрубишь, их все равно остаются сотни. Главная задача не реагировать. Если ты реагируешь, ты пропал. Ты не можешь обижаться на тигра, когда он нападает на тебя. Ты просто отступаешь в сторону, чтобы пропустить его мимо. Без врагов мы ничто. Иметь врагов, жить сознанием беды, несчастья, это одна из форм нашего существования. Мы должны освободиться от этой формы. Но это займет время. Вначале надо стать тем, кто борется. И это наш первый уровень. Моя свобода зависит от безупречного существования. Только этим я могу изменить мою судьбу и покинуть этот мир полностью. Ни технология, ни правительство не могут в достаточной степени изменить мир, чтобы удовлетворить нужды людей, понимающих в конечном счете, что им предстоит умереть. Новый мистицизм заявляет, что просветлению должно быть отдано предпочтение по сравнению с проектами социальных изменений. Чтобы разрушить уверенность, что мир таков, как вас этому обучили, вы должны выучить новые описания мира, магии, а затем удерживать старое и новое месте. Европейцы обращаются со своими телами, словно они предметы. Мы наполняем их алкоголем, плохой пищей и тревогой. Когда происходит что-то неладное, мы думаем, что в тело извне вторглись микробы. Дон Хуан не верит в это. Для него болезнь – это дисгармония между человеком и миром. Мы находимся в тесной связи со всем живым. Что-то изменяется всякий раз, когда мы намеренно наносим вред растительной или животной жизни. Мы так важны и принимаем себя так серьезно, что забываем, что мир – это великая загадка, которая будет учить нас, если мы слушаем. И если нет никакого способа узнать, имею ли я еще одну минуту жизни, то я должен жить так, в последний момент. Каждое действие является последней битвой воина, поэтому все следует делать безупречно. Ничего не следует оставлять незаконченным. Эта идея явилась очень освобождающей для меня. У меня больше нет никаких незаконченных дел. Ничто не отложено и не связывает меня. Немного мужества требуется, чтобы взорвать какое-нибудь здание. Имеется в виду революционный терроризм. Но для того, чтобы бросить сигареты или прекратить быть тревожным, или оставить внутреннюю болтовню, вы должны переделать себя. Реальная реформа начинается здесь. Однажды Дон Хуан сказал, «Я не могу вообразить, как этого человека заботят тела других людей, в то время, как он не любит свое собственное тело». Тот непрерывно курил. Воинам рекомендуется не иметь никаких материальных вещей, на которых могла бы фокусироваться их сила. Надо фокусировать ее на духе, на действительном полете в неведомы. Потеряв человеческую форму, я чувствовал себя отрешенным, не ощущающим воздействие со стороны. Во мне не осталось никакой ни открытой, ни скрытой неприязни, кому бы то ни было. Это было ощущением отстраненности, способности погрузиться в момент и не иметь никаких мыслей ни о чем другом вообще. Действия людей больше не воздействовали на меня, потому что я больше не имел никаких ожиданий вообще. Странный покой стал руководящей силой моей жизни. Я чувствовал, что все-таки воспринял одно из концепций жизни воина – отрешенность. Дон Хуан говорил, что отрешенность не означает автоматические мудрости. Мы обсуждаем искусство управления сознанием. Истины, о которых мы говорим, это принципы этого искусства. Первой истиной относительно сознания является то, что окружающий нас мир совсем не таков, как мы думаем. Мы думаем, что это мир вещей, а он таким не является. Смыслом существования всех чувствующих существ является рост сознания. Все ловятся на той ошибке, что будто бы видение осуществляется глазами. Видение – это не дело глаз. Видение – это настройка. Настройка эманации, осуществляемая обычно, – это восприятие повседневного мира. А настройка эманации, которая обычно никогда не используется, это видение. Когда такая настройка происходит, человек видит. Следовательно, видение возникает от необычной настройки. Фокус осознания состоит в том, чтобы позволить фокусирующим внешним эманациям слиться с теми, что внутри нас. Видящие полагают, что если мы позволим этому случиться, мы станем тем, чем в действительности являемся – текучими, всегда в движении, вечными. «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok